Мусор, вони, пьяные люди. Этими словами можно описать центр Улан-Удэ. Проблему решают уже давно, но пока ничего не меняется. Здесь сразу и старый туалет, и новый туалет, и какая-то канализационная яма, куда местные жители сливают свои отходы. Но запах вообще просто ужаснейший. Безобразие, конечно. Не то, что вот этот. Не только здесь, да и вообще вот этот самый район. Он весь какой-то грязный такой. Давно бы надо нашим мэром заняться вот этим. Мусорки же есть, смотрю, пустые, смотрю, убранные. А почему там мусор? Ну, это видно, что давно уже там выкидывали. Уже все там заросло. Не знаю, вот надо, может, таблички какие-то вешать, чтобы выкидали сюда. И такая обстановка не на одной улице. Сейчас мы приехали в район автовокзала, что находится тоже в центре нашего города. И посмотрите, как здесь в кавычках чисто. Раньше, когда жители жили, дома стояли, они следили здесь, убирались. Ну, короче, вдоль забора, туда-сюда, до выхода, до выхода убираются. Ну, мы у себя, как, они так же убирались. А сейчас... А почему снесли? Хотели что-то новое строить? Не знаю. Вот это нам неизвестно. Никто ничего не говорил. Просто людей высели, деньги заплатили им, и все. Снесли. Тишина. После того, как снесли дома, это место стало центром протяжения любителей алкоголя. Какой мусор? Вообще какой? Я его вообще не ронял. Заберете с собой? Смотрите, вон там стаканчики вижу. Ну, конечно, ему. Стаканчики-то мне не нужны. Приехали мы на улицу Шмидта, которая также располагается в центре нашего города. И ситуация здесь не лучшая. Раньше дворники у нас были. Ну, везде дворники были. Это хорошо, они убирались. Мы нормально с ними, ну, как сказать, жили нормально. Придут, уберутся, все. А сейчас дворников здесь нету? Все не видать их. Видимо, денег не платят, да и все. Так, наверное. Все время дворники были и хорошо ходили. Раз-раз уберут. Там вот все время там горку наводили. Местные утверждают, основная проблема – это люди, которым лень вывозить мусор. И они скидывают его прямо возле баков. И смотрят, опа, отсюда завезем, да и все. Вот так делают. Завезем, да и все. Выкинули, да и все. А как их поймаешь-то? Так, не успеешь. Они ночью могут там любое время, конечно, привезти, да. Ну, как бы выловишь-то их. И все. Ну, а вот так бы забор был бы, в этом вороте сделали бы. Это администрация. Мы им сколько раз говорили, сделайте вороте-то. Уже сами думаем там как-нибудь. И все, уже меньше будет как бы это. Уже закрыто будет. А вот так едут с мусором, да. Им же неохота везти-то это платно. Ну, платить-то, правильно же? Ну, туда-куда возят. Они сюда раз, завезли, выкинули. Да и все, и нормально. В центральной части образуются несанкционированные свалки. В частности, на Шмидта-10. Мы в рамках местечка чистоты вывезли свалку. И также направили в адрес собственника сотовой вышки письмо об уборке прилегающей территории. Также в рамках местечка чистоты. В ближайшее время мусор будет убран. На Смолене-57 снесен многоквартирный дом в рамках развития комплексного развития территории. Собственникам данного земельного участка будет проработан вопрос по уборке территории. Тимур Доржиев отметил, что собственникам не нужно забывать про уборку прилегающей к дому территории. Напоминаем, что региональный оператор «Эко-Альянс» вывозит мусор только с контейнерных баков, а не с контейнерной площадки.